Блестящее выступление в становой тяге позволило севастопольскому спортсмену оторваться от своих соперников и выиграть главный трофей состязания. Вдобавок ко всем трофеям Анатолий Горячок выполнил норматив мастера спорта международного класса. Сейчас Олимпийский совет Севастополя готовит документы на присвоение ему высшего спортивного звания. Я приехал с чемпионата России в Владивостоке, который выступал, я встал второй. Я проиграл своему сопернику 10 килограммов. Я вышел на третий подход в становой тяге. Но становая тяга решалась, кто выиграет чемпионат России и кто нет. Я 325 не мог потянуть, выше колен вытянул, дальше я не смог ее вытянуть. Я полгода отдыхал и начал готовиться на Кубок России. И больше всего акцент, хотя у меня это мое любимое упражнение, я стану тягу всегда, выигрывал. У Анатолия Горячка есть все шансы попасть в сборную страны. Если пауэрлифтер сумеет войти в тройку призеров предстоящего в марте чемпионата России, он выйдет на международное состязание. Кубок России – это сборная чемпионата Европы. Но это не утвердилось в плане очень большая плотность спортсменов. То есть это будет решаться в Тюмени на чемпионате России. И они втруем будут уже решать, кто едет на чемпионат мира, кто едет на чемпионат Европы, кто остается дома. Вместе с Анатолием севастопольскую команду представляла 20-летняя спортсменка и сотрудница полиции Екатерина Прокопова. В весовой категории 72 килограмма она заняла четвертое место. Екатерина признается, выступление на кубке стало далеко не самым лучшим в её карьере. По итогам троеборья суммарный вес поднятых снарядов составил 415 килограммов. Впрочем, выполненный норматив мастера спорта стал для неё утешительным призом. К сожалению, после первого-второго упражнения я была где-то рядом с третьим местом. Всё решалось в тяге. На втором подходе тяги я была заявлена, стояла на строчке номер три. Но, к сожалению, последний подход тяги, он не удался мне. Шланга оказалась слишком тяжёлой. Но вскоре, я думаю, её покорю и будут новые вершины, новые рекорды. Международный уровень подтвердил и тренер севастопольских пауэрлифтеров. Начальник физподготовки Черноморского флота Олег Хоменко стал лучшим судьёй турнира и получил сертификат судей международной категории. Иван Клепачёв, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.